Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа «Наедине со всеми» и я, ее ведущий Александр Катунцев. Сегодня в гостях у нас известный петербургский актер, музыкант, эколог, писатель, общественный деятель, художник Михаил Новицкий. Здравствуйте, Михаил! Рад приветствовать вас в нашей студии, рад приветствовать вас в нашем городе. И как вам наша Одесса? Вы, кстати, бывали раньше в Одессе? Очень давно вы еще в армии, еще в советской армии. Вот я-то был здесь, привозил грузы из великого города Алма-Ата, тогда еще в столице Казахстана. Ну в армии, наверное, не считается. Вы могли видеть Одессу тогда только так, мельком. Ведь не было возможности не познакомиться с достопримечательностями, не погулять, видать не с людьми познакомиться. Меньше в Одессе, больше в Николаеве был, скажем так. Поэтому сейчас и так Одессу вкушаю в полной груди. Ну и как? Расскажите, как вам Одесса? Я таки нашел то, что хотел. Значит, Одесса у меня как-то связана с каким-то фильмами, впечатлениями, где какие-то дворики должны быть одесские, каких нигде нет в других городах, где люди живут одной семьей, где провожают, встречают свадьбы, похороны. И где какая-то тетя Соня, которая всех знает, всех строит, следит за нравственностью и так далее, и так далее, и так далее, где все гармонично. И вот два дня я такого не находил. Мне показалось, что ну что ж, как-то умирают Одесса, типа того, что эти дворики заколочены, все продается, покупается, сдается, тускло, уныло никак. И вдруг в районе Молдаванки я нашел такой дворик, я просто обрадовался. Мужчины выкатили на улицу, прямо на проезжую часть, на тротуаре сидят, рубятся в домино. Женщины там во дворе, дети катаются, машины припаркованы именно во дворе, всем места хватает, вот это гармония. Правда, там эклектика этих балконов и этих самых террас, ну это замечательно. Ну это да, это вот чисто одесский дворик. Да, 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 вот именно то, что я хотел увидеть, то я увидел, и мне это порадовало, что такая Одесса существует, мне хотелось бы, чтобы она и была таковой Одессой. Это вообще даже не только, ну вот этот уклад, это вообще гармоничный уклад для человека, вот так город и должен жить. Но вам нравится Одесса? Да. Она нашла в вашем творчестве какое-то одображение? Да, уже успел написать стихотворение. То есть это свежее? Да, вот это просто, вот это, знаете, все исчерканное, потому что проснулся от того, что сразу... Все это как раз можно сказать свежие впечатления от увиденного в Одессе. Ага, такое обращение. Одессу спасите, друзья одесситы. Спасите, голубку, ее от блатных. Вот монстры бетонные из монолита шагают по ней, превращая все в жмых. По паркам, террасам, дворам со столами. Как будто бы не было здесь ничего. По юностям, детствам, по маме, по маме. По памяти Града, по сердцу его. Друзья одесситы, нам надо собраться и защитить это чудо от бед. Рождение другой не предвидит собраться Одессы ближайшую тысячу лет. Ну, на самом деле, великолепно, очень актуально. Вы знаете, вот, вы, видать, когда приехали в город, вы прочувствовали, что Одессу пора спасать. Не только Одессу. Дело в том, что это и касается Петербурга, и Москвы, и Киева. И чтобы это не превратилось все в Нью-Йорк. Каменные джунгли. Да, да, да. То есть, вот, почему я заговорил об Одесском дворике. Это именно вот, где может быть гармонично жить человек. Где может гармонично развиваться. Где он может понюхать одуванчик, послушать скворца, и припарковаться. И ребенок будет ухожен, и соседом он будет дружен. И дом его не заканчивается, его жизнь не заканчивается на пороге его квартиры. А квартира его продолжается на личной клетке. Его жилье, его мир, его родина, его страна продолжается во дворе. И даже оказывается, что можно продолжить вот эту жизнь, это тепло вынести, не боясь его как-то испохабить, или, как бы так сказать, или какой-то ущерб ему нанести этому миру своему внутреннему. Вынести его на улицу, и прямо на тротуаре люди рубятся в домино. Ну, вы знаете, на самом-то деле, да, вот, город-дом. На самом-то деле, те люди, которые живут в Одессе не первое поколение, и те, которые помнят еще ту старую добрую Одессу, они и говорят, что ведь это на самом деле была одна большая коммунальная квартира, то есть в рамках всего города. То есть ты чувствовал себя в любом районе города, как у себя дома. И иногда Одессу называют большая деревня, маленькая, коммунальная квартира. Вчера разговаривал с актрисой и с режиссером, так, обнялись мнениями. То есть здесь могут выйти там из дома, проводить гости в тапочках, и пройти там два-три квартала в халате, тапочка запросто, не теряя и не думая о том, как я выгляжу. Я дома. Я дома уже через квартал тоже дома. Но в Питере такого невозможно. Очень редко. Очень редко. Питер тоже специфический город. Питер специфический город. Он не похож на, скажем так, остальные российские города. Вот Москва выделяется как-то так, да, и Питер. Они абсолютно разные. Сегодняшняя жизнь, урбанизация, вот как в знаменитом фильме «Ирония судьбы с легким паром», она вот как бы сравнивает все. Вот если мы возьмем новостройку, что киевскую, что одесскую, что возьмем московскую, они в принципе, если так вот тебя бросить там… То и не поймешь где. Где ты оказался. То есть это хорошо с легким паром показать. Да, 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 вот замечательно об этом сказано. Поэтому вот именно вот у каждого города есть вот такой свой индивидуальный вот вкус, шарм. Вот, будь то… Вот и в Одессе он был, понимаете, в чем дело. В Вологда какая-нибудь там. Мы боимся, мы ни в коем случае не хотим потерять лицо города, чтобы вот точно так же, как неважно где в Питере или в Москве очнулся утром и не понимаешь, где ты находишься. Вот хочется, чтобы Одессу… у Одессы было свое лицо. Значит, если это так, если кто-то может сейчас прислушаться ко мне, обязательно нужно взять и прежде всего разработать регламент по высоте. То есть, если вы строите вот этажерку в центре города, чем более в историческом центре, так и знаете, там где этажерка, там появятся машины, там появятся пробки, там будут загружены сети, там будет меньше парков, ну, в общем, там будет закупорка вен, грубо говоря, города. Да, мы как раз-то все это прекрасно понимаем, но вот наша власть не совсем прислушивается к одесситам. Давите на власть, давите, давайте я вам сихотворение почитаю. С удовольствием, с удовольствием. Дай взятку чиновнику, друг, не скупись. За место свое он угробил всю жизнь. Он только страдал, что не снилось тебе. По грязной, извилистой, скользкой тропе прополз, унижался. Был битым не раз и нахлебался, как тот унитаз. И плакал друзей, отправляя в тюрьму. Таков был приказ, дай же денег ему, прокомпенсируй брак по нелюбви. Карьера она такова, сэляви. Сколь задниц повылезал, просто рвало, а сколько улыбок. Аж скулы свело, гаусток его сколько сносил, стер порток. Часы заседаний сложи, выйдет срок. Он все отсидел, терпеливый герой, здоровье угробил, натер геморрой. Дай денег, дай денег ему. Дай взятку ему, не жалей, не тужи. Дай денег, дай денег. Спасибо скажи, как брату, как в церковь. Отдай, улыбнись и руку лобзни. И слегка поклонись. Ты присмотрись. Сколько в этих глазах. В них горечь потерь, сила, гордость и страх. Он дружбу, он совесть, он жизнь пережил. Дай взятку чиновнику. Он заслужил. Браво. Как четко подмечено. Я так понимаю, образ собирательный. Но вы знаете, я многих узнаю. Вот очень яркие краски, очень заметные черты. Поэтому многих могу назвать по фамилиям даже. Да, в каждом городе, в каждом государстве они свои. Но это номенклатура, которая, в принципе, готова, в принципе, сегодня медициной заведовать, завтра строительством. Не специалисты, это люди, которые как-то умеют просто вписываться куда-то. Ничего не умеющие, ничего не знающие, а вписывающие и обладающие каким-то рефлексом хватательным. Вот больше ничего. Да. Вы знаете, все-таки не хотелось бы о грустном с творческим человеком. Поэтому давайте немного о вас. Готовясь к программе, я читал много разной информации о вас, разных интервью. И вот в одном из интервью я прочитал о вас следующие слова. Процитирую. «Новицкий вызывает у сограждан всю гамму эмоций, от восхищения до раздражения». Да, диапазон, на минуточку. Довольно-таки, но практически никогда равнодушие. Ну вот, я же говорю, на мой взгляд, довольно-таки широкий диапазон. Не помню сейчас. Хорошо, ладно. Если неправда, поправьте меня. Как вам удается вызывать такие разные и порой диаметрально противоположные чувства у людей? Вот благодаря чему? Не, ну, если ты нормально живешь, что ты делаешь, то у тебя нормальный человек, у тебя должны быть друзья, соратники, у которых ты вызываешь восхищение, и которые у тебя вызывают восхищение. У тебя, если ты что-то хорошо делаешь, у тебя есть и враги, недруги, вот, и завистники, и у которых ты вызываешь раздражение. Они у тебя вызывают раздражение, даже омерзение. Обязательное условие, да, вы считаете? Ну, если ты чего-то стоишь, то да. Это, в общем-то, когда ты вызываешь раздражение, это, наверное, даже комплимент. Скрытый. Интересно, интересно. Ну, вот, это новицкий человек, да, он разные чувства вызывает, но в творчестве вы тоже довольно-таки многогранный человек, и художник, вот, представляя вас, я говорил, да, и писатель, и музыкант, и актер, и даже общественный деятель, то есть, эколог, да. Как в одном человеке все это уживается? Я думаю, что вот эти все перечисления, это мероды. Я думаю, я не все еще и перечислил. Ну, не важно, это методы, это методы, вот, если мне метод донести какую-то тему, то есть, если меня что-то волнует, вот, это я делаю, там, через кисть, через аккорд, через слово, вот, пытаюсь даже снимать какие-то фильмы, то есть, вот, это вот, ну, а если уж совсем не получается, то просто беру, иду на демонстрацию, да, беру лопату и сажаю деревья, да, вот, как-то так, вот, просто, вот, тема, она не всегда раскрывается так, с бухтой барахта, вот, радостно написал слово, и все все поняли. Значит, иногда нужно нарисовать картину, чтобы все все поняли, недопоняли, напишу сказку или пьесу, чтобы, ну, поняли или не поняли, ребята. Мне очень важно стучаться, донести эту историю, сценарий напишу, ну, вот, поэтому все виды, как бы, творчества, да, это, ну, за исключением того, что тебя приглашают в кино, например, это же другой вопрос, это все уже у режиссера в голове. Ну, то есть, это способ общения с вашими зрителями, слушателями, читателями, так, наверное? Да, и с этим миром вообще, как таковым, вот, как-то хотелось бы походить по этой земле не просто так, да, появиться, а как-то послужить ей все-таки, как-то послужить, вот, защитить ее от чего-то, а от чего есть, в принципе. Говорите, бандитов играете, а какой образ ближе вам в кино, если говорите в кино? Ну, конечно, самая лучшая роль у меня режиссер, там, я играл режиссера оперного театра, такого, такого. Часто мне одесского оперного? Я думаю, что поскольку у меня еврейская национальность там была в этом, то, по-моему, это был московский этой, не какой-то оперный театр, я играл именно режиссера, в этом мне как-то, я в этом чувствовал себя очень, так сказать, органично, да, я руководил актерами, и, ну, что я, в принципе, делаю себя в театре, вот, и больших, и раздражался по поводу капризы, капризов актрисы, там, или ее несостоятельность. Еще у меня были цели какие-то определенные, у нас были совместные, и любовь там, или, и интриги, все это, то, что надо, и зависть, и... В общем, как в жизни. Как в жизни, да, вот. Ну, конечно, чаще приглашают всяких бандитов, то есть, на кавказцев, там, пострелять кого-нибудь, потому что у нас очень хорошо развиты сериалы с этими, с хорошими, так сказать, милиционерами. Где хорошего милиционера встретишь? Ну, как где? В кино. В кино, да, а на улице от него лучше беги. Вот. Вон тебя и ограбят, и это самое, и посадят, и все, что хочешь, может учиться, и чем дальше, тем больше. Кстати, а как с полицией с нашей, вы общались уже, с украинской, я имею в виду? Нет. Еще не общались? Нет, нет, как-то так не пришлось, а я их не вижу, честно говоря. Да? Я их-то как-то не вижу. Мне кажется, вот в этом и есть достижение, когда они появляются там, где нужно. Вот я не видел, не бросается в глаза мне полиция ни в Германии, ни в Польше, там, ни в Чехии, ни в США. Да. Вот. Не бросается мне полиция в глаза, а вот как-то своя, как-то раздражает. Ты можешь стоять, улыбаться, а не остановиться, почти улыбаешься. Что тебе не нравится? Что ты раздражался здесь? А ну-ка документы. Обругать, обскорбить и даже арестовать. Вот так вот просто... Ну, образ милиционера всегда у граждан вызывал трепет и страх. То есть, даже если ты не виноват, и это уже... Ты уже виноват. Саша, вы знаете, вот у меня он, это образ милиционера, был раньше. Просто, типа, действительно, он нам служит. Мы его содержим. Мы его одеваем, кормим. Вот все пуговицы на нем, это куплено за наш счет. Мы будем его лечить, мы строим для него квартиру, да, и там, перевозим его на бензин, мы зарабатываем деньгами. А он нам служит. Вот такое у меня было впечатление. И я всегда мог его остановить, если он что-то делал неправильно, поинтересоваться, кто он такой, из какого отделения, на каком основании он так поступил. Вот. То сейчас, вот в данный момент, вот эти беспредельщики зашли так далеко, что, в принципе, они действительно опасны в обществе. Опасны. Просто ведут себя, как опричники реальные. Вот. Им все позволено. Их свидетельства бесспорные. Они могут как свидетельство выступать. И от твоих показаний ничего не значат. Даже если это видеоматериал. Ну, это вы, я так понимаю, современной милиции. То есть, вот то, что сейчас происходит. Да. Что современно у нас. Такая история. Давайте все-таки еще о творчестве. Потому что... Ну, давайте, да. Потому что все-таки творчество, как-то, я думаю, вам ближе, чем милиция. Вы сказали, вот в кино вам более органично, это роль режиссера, и вы там себя чувствуете в своей тарелке. А вообще, если говорить в общем о творчестве, учитывая вашу многогранность, вот что ближе в творчестве? Что важно для вас в творчестве? Я не могу сказать, что если мы говорим о соседствах, что звук, или свет, или линия, или... Я не могу определиться с этим вопросом. Да, или слово. Вот. Не могу определиться. То есть, все это равнозначно? Либо это трогает, либо не трогает, да. Это, как говорится, в гастрономическом плане, там, что для тебя важнее, компот, селедка, или там борщ. В каждый момент жизни... То есть, плакат имеет такое назначение, живопись имеет такое назначение, музыка имеет такое назначение, музыка во время митинга вот такое, музыка в театре такое, музыка у костра такое. Поэтому, вот так вот взять и выделить, что-то специальное, вряд ли. Ну, я знаю, что Владимир Высоцкий огромное влияние на вас произвел, и, я думаю, и до сих пор влияет, и на ваше творчество в том числе, да? Да, да, да. И ваш театр, и спектакль. Да, у нас есть спектакль «Наш Высоцкий», у нас есть спектакль «Наш Висборг», у нас есть спектакль «Волунт» и «Маргарита». Ну, вот Высоцкий, наверное, это вот самое такое, вот если говорить о том, что удалось сделать, и то, что мне удается петь Высоцкого, ну что-то такая история, что петь песни Высоцкого не каждому удается. Абсолютно. Или на кухне, или в поезде, или в самолете написал вот это все, это Высоцкий автор. Вот, взял там аккорды подобрал, еще автор. А Высоцкий вышел на сцену, исполнил, со своей донацией, со своей видением сюжета, это уже исполнитель. И вот ошибка всех исполнителей, они видят этого третьего, пытаются влезть в его шкуру, снять аккорды, снять голос, снять мимику и все такое прочее, и совершенно забывают о его драматургии. А он же играл, то есть он на сцене не просто исполнял, он играл, он проигрывал этих персонажей. Вот, поэтому надо вот браться за этого персонажа и заново его играть, этого персонажа. У нас есть рояль в кустах, давайте, чтобы, если он не расстроился, лучше один раз услышать и увидеть. Вернее... Ищет некая пророческая линия, вот песня, которую я сейчас задумал Вам исполнить. Она, значит, написана более 30 лет тому назад, но написана как бы вчера. То есть актуально и сегодня. Угу. В заповеднике. Вот в каком забыл. Жил да был козел. Руки длинные, хоть с волками жил, не поволчевыл. Болел печень, все козлиные. И пощипал он травку, и нагуливал бока. Не услышать него худого слова. Только правда с него было, как с козла молока. Но вреда, однако, тоже. Никакого он жил на выпусе возле озерка. Кстати, вот озерко, это такой кооператив есть под Петербургом, назывался Озеро. Ну, он жил на выпусе возле озерка. Не торгаясь чужие владения. Но заметили скромного козлика. И избрали козлы, отпущили я. ПЕСНЯ 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 Так раз козла найдут, приведут и бьют бородом ему. И пробежь ему, не противился он с Ярикой насилию со злом. А оснастил побои весело и гордо. Сам медведь сказал, ребята, я вражусь козлом. Героическая личность, понимаешь, козья морда. Берегли козла, прям, прям как наследника. Вышло даже в лесу запрещение с территории заповедника. Не отпускать козла, отпущить не я. ПЕСНЯ А козел себе все скакал козлом. Но пошарить он стал. Тихому улочку он как-то бороду зависал узлом. И из кустов назвал Волк с Волотью. А когда очередное отпущение получал, Ну, все за то, что Волки, лишку откусили, Он как будто так случайно по медвежью зарычал. Но, внимание, кстати, не обратили. Пока лишними меж собой дрались В заповеднике зрел мнение, Что дороже всех медведей, Лишь кто, дорогой козел, отпущи не я. ПА-ПАМ ПАРАПАМ ПА-ПАМ ПАМ 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 РАМ ПАМ 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 Услыхал козел, да и стал таков. Эй, вы, серый, кричит, светлые беги, Отнимут у вас рацион волков И медвежьи привилеги. Покажу вам костью маду настоящую в лицо. Разница, ну да, суда по трафарету Всех на роги намотаем. И по кочкам разнесу. Я славлю по всему повел свету. Не один из вас будет землю шрать. Все подохнем, я тут без прощения. А отпускать грехи кому, это мне решать. Это я, козел, отпусти меня. Замоведники. Вот в каком забыл. Правит бал, козел. Кричил. Все по-прежнему. Он с волками жил И по волчьи взвыл И рычет теперь По-медвежьему. Актуально. Актуально, безусловно. Владимир Семенович Высоцкий. Владимир Семенович актуален, мне кажется, во все времена. Был, есть и будет. Поэтому сейчас, я же абсолютно верно, как будто вчера это было написано. Ну, кстати, давайте раскроем некую интригу, тайну, если можно так сказать. Мы же выходим с вами в записи, и телезрители, когда увидят нашу программу, наверняка вы будете уже выступать на Антитрухановском Майдане в Одессе. А что там хотелось бы исполнить? А я посмотрю. На самом деле, да, я приглашаю всех на этот Майдан, на этот творческий вечер. Это будет творческий вечер, ребята. Не митинг, не нечто пафосное. Это будет творческий вечер. Я попою песен. Возможно, любых песен. Может, даже на снегаля воду. Есть у меня гимн Пита Сигера, переведенный на украинский язык, «Высший педи май», «Высший прапор своих морей». То есть, это, может, стихи почитаю. Не скажу, что я сюда пришел. Давно ждала Одесса, Михаила Новицкого, который не знал, как ей быть, что ей делать. Вот он пришел, сейчас начнет вещать. Нет, естественно, я больше всего, это мне самому нужно. То есть, вы пришли пообщаться. Пообщаться и самому понять для себя, что же здесь происходит. Потому что очень много разных линий слышу. И с сепаратистами встречался. Вот вчера на концерте вдруг сепаратистка кричит, «Ты хватит это самое, давай про любовь. Ты такой пупсик, так хорошо спел три песни про любовь, а дальше про поля... Не надо мне про любовь, нам так тяжело здесь живется». Все остальные, давай захлопать, интересно было. Ну вот, потом спрашиваю у режиссера, «Это моя кума». Все нормально. Она диск купила, вот, все на хорошо. Ну вот, я же говорю, это по-одесски абсолютно. Мне это все очень интересно, понятие, да. А если, я же говорю, безусловно, я думаю, будет общение, будет общение, будет диалог, я надеюсь на этот диалог. А вот лично вы, вы же прекрасно понимаете, что люди – это граждане Одессы, это те рядовые одесситы, которые недовольны нынешней властью. Это оппозиция нынешней власти. То есть, вы же тоже оппозиционер. Почему вы поддерживаете антитрухановский Майдан? Почему вы выбрали именно эту площадку и эту форму общения с одесситами? То есть, на самом деле, там, где есть люди, они хотят услышать песен, да. И когда они меня знают по Ютубу, ну, и еще по каким-то вещам по Фейсбуку, да. Я пошел, потому что там есть люди. Вот, и мне хочется услышать их и спеть для них. А вообще, почему с оппозицией? Я толком еще не знаю, что натворил Труханов. Вот, но я вижу, что город портит, набережную портит. Вот, и, в принципе, я считаю, это нормальная история, когда мы в хвост и в гриву начальство. Начальство нужно менять, менять, как говорил... Ну, ладно, не... Ну, дело в том, что... Дело в том, что... Менять и спрашивать с них, спрашивать и спрашивать. Если они там что-то спрашивают с этого Труханова, вот, да, то, значит, есть что спросить. И пускай он отвечает на вопросы. То есть, вот эта история, когда возле мэрии висит плакат, да, там, типа, Одесса без Труханова, вот, там такое написано. И Труханов мимо этого плакаты ходит, то это очень хорошо. Он должен, значит, есть такое мнение, что вот кто-то им недоволен, он должен стараться, вот, чтобы удержаться за это свое кресло. И строить тех, кто там дальше. И вот, и знать, что вот в любой момент есть какие-то силы, которые его... Это нормально, это очень нормально. Это диалог, который, к сожалению, пытаюсь представить, что вот такой майданчик у нас где-нибудь возле Красной площади постоял. Ну, это невозможно. Вот, или да, да, или... Ну, вы понимаете, к сожалению, опять же, к сожалению, ну, я сейчас не хочу наше эфирное время тратить на разъяснения. Там, когда вы попадете в эту атмосферу и среду, вам все расскажут и объяснят. Но, к сожалению, то, о чем вы говорите, диалога как раз нет. Пока это монолог, пока это обращение людей, и никакого ответа от власти нет. Капля камень точно. Ну, вот на это и надеемся. Хорошо, опять же, вот, кстати, о политике, возможно. Возвращаясь к вашим интервью, в одном из, которые я прочел, вы назвали себя думателем и делателем. К сожалению, люди думающие сейчас не в почете у власти, а люди что-то делающие вовсе вызывают страх у власти. О чем вообще вы думаете и что вы делаете? Что касается, да, там, общественной деятельности в Санкт-Петербурге, у нас есть общественное движение под названием «Зеленая волна». Когда-то у меня перед мастерской срубили тополь, на котором сидело, было гнездо вороны. И так я узнал об уплотнительной застройке. Вот, я за эту ворону шибко отомстил тем, кто собрался перед моим домом построить небоскреб. Они там ничего не построили. Вот, я их выгнал вместе с своими друзьями, соседями, посадили новые деревья и так далее. Потом организовал движение. Это движение посадило более 700 деревьев. Туда я пригласил очень знаменитых, ну и не очень знаменитых людей. Там, Светлана Кричкова, Городницкий, Юра Шевчук, сейчас буду перечислять нас, Евтушенко. Вот они все посадили свои, Андрей Павлович Петров, посадили свои деревья именные в городе Петербурге. Мы защитили более, не более, нам удалось защитить 9 скверов. То есть 9 скверов, которые были под сруб, уже пропечет, разрешено, уже суды все проиграны. Мы эти скверы защитили. И они существуют сейчас, реально на карте они есть. Один даже из них носит имя одного из защитников, Андрея Павловича Петрова. Ну так, напоминаю нашим одесситам, что «берегись автомобилем». Это его, да, там, обедом гусали за молки слова. Ну, кстати, ваш опыт общественной деятельности, что касается деревьев, да, очень будет полезен для одесситов. У нас похожая ситуация, к сожалению. Одесситы борются за каждое дерево, в прямом смысле этого слова. Много очень зеленых насаждений просто изуродовали, много еще зеленых насаждений планируют уничтожить. Поэтому я вам рекомендую поделиться подобным опытом. Возможно, он будет полезен для одесситов. Александр, четкого плана, вот такого, что вот, ребята, делайте первый, второй, третий, десятый. Я сказать не могу. Первый, конечно, главное, оргкомитет на месте. То есть всех соседей обижать. Все фамилии, телефоны в одну кучу, точку собрания на квартире. Собрались, продумали, кто что может. Этого сват там работает. Этот может, тот, этот типографии. Так, что ты можешь? Я могу, трактор можешь подогнать? Могу. Ты можешь поставить забор? Да. Ты можешь напечатать? Да. Ты кто? Артист? Все, мы делаем для прессы специальное шоу. Концерт, шоу. То есть мы делаем что-то. Кого ты можешь позвать? Я могу позвать там Пола Маккартни. Очень хорошо. Пускай приедет Пола Маккартни и посадит дерево. Вот, ну, например. Ну, я понимаю, да. Я понимаю вас. Это главная организация. Главное собрать компанию. Вот там, где есть компания. И вот, что касается одесских двориков, дружных двориков. Мне кажется, вот у них должно быть такая история, когда все всех знают. Когда дома большие и когда люди не очень знакомы, это все тяжелее. Бывает, да, что там тысячи живут вокруг, а собрать компанию там... Там зачастую и соседи не знают. Да, да, да. Вы знаете, я думаю, я надеюсь и, да, в принципе, уверен, наверное, что вас ждет очень интересный диалог на антитрухановском Майдане. И вы на самом деле узнаете одесситов поближе и получше. И услышите самые разные мнения. Поэтому впереди очень интересная дискуссия у вас. Но, подводя итог нашей программы, хотел бы, чтобы вы пожелали что-то одесситам. Да и не только одесситам. Сейчас в Одессе очень много туристов, отдыхающих. И они абсолютно со всех уголков Украины, думаю, что даже из-за границы, из стран ближнего, зарубежья. Но если говорить об одесситах и украинцах, что бы вы хотели им пожелать? Сохраниться. Сохраниться, сохранить себя, сохранить свою культуру. И жить в дружбе со всеми, со всем остальным миром. Надо понять простую вещь, что вот эти границы, которые административные, они нужны кучке негодяев. А эта кучка негодяев там, там, там существует. Уже мир давно изменился. Нас интернет соединяет, у нас общие деньги. У нас самолеты летают туда-сюда. Уже нет необходимости через границу какие-то пленки, какие-то шпионы. Это все атовизмы. Вот, и как-то мы должны, не теряя индивидуальности, да, культуры, особенности своей, сохранить и город, и страну, и страны свои, и при этом жить в общем мире. В общем, всем здоровья, сберечь себя, сберечь свои семьи, сберечь окружающий нас мир. Эту замечательную планету, которая так вот и сбалансирована, я не знаю. Это вот просто чудо, то, что мы живем на этой планете, и она пригодна для жизни. Это надо сберечь обязательно. Спасибо. Спасибо большое за добрые слова. Я тоже желаю вам и здоровья, и творческих успехов, и чтобы вы радовали вот таким замечательным творчеством разноплановым. Не только одесситов, но и жителей других городов Украины и России в том числе. Спасибо, Александр. Спасибо вам. Всего доброго. Что ж, уважаемые телезрители, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»